Ником Уфа Леглер, примерно так звучит, он спрашивает, вернут ли людям деньги из платежей за сбор мусора, которые должны были быть потрачены на строительство предприятий по переработке мусора. Очень интересный вопрос. Вот это вся мусорная реформа, которую здесь затеял Хабиров и которая, по сути, провалилась сейчас. То, что мы видим по Дюртюлимелеву строю, по чрезвычайной ситуации, объявленной по мусору в огромной части Башкирии. То есть это все результат вот этой всей войнушки Хабирова с операторами. И действительно, внутри платежей за мусор, то, что мы платим, каждый из нас платит, сидит определенный процент денег, которые должны были быть потрачены на строительство мусороперерабатывающих предприятий. Сортировка, обработка, переработка и так далее, и так далее. Это все декларировалось государством и республиканской властью, что мы там будем то-то, мы разработали программу, мы там то-сё-сё. И финансироваться эта программа должна была именно из наших денег. Так вот, деньги они успешно собрали. Причем собираемость денег за вывоз мусора у нас в Башкирии просто колоссальная, там свыше 90%. Прекрасно. Где деньги? Вот вопрос к тем, кто эти программы писал, кто их утверждал, кто их провозглашал. Ну, то есть, хабировав его вот этой горе-команде. Там действительно те деньги, которые должны были быть на это потрачены. Так как мы не видим ни одного мусороперерабатывающего предприятия в Башкирии, в принципе, ну, которое можно таковым на самом деле называть, кроме каких-то жалких лотков и тетенек в перчатках, которые там отделяют алюминиевые банки от пищевых отходов. Вот ни одного современного предприятия по переработке мусора в Башкирии не построено. А деньги собираются уже три года. Прекрасно. Вот не сюда ли нужно посмотреть какой-нибудь прокуратуре, Следственном комитете, или какой-нибудь там контрольной счётной палате России, желательно, а не, значит, Башкирии вот этой вот карбанной. Тоже. Гигантские деньги на самом деле. Регулярно поступающие деньги, регулярно возрастающие платежи. И вот, да. То есть, отвечая нашему подписчику Уфа Леглера, я могу сказать так. Во-первых, вам точно ничего не вернут. Это уж даже не надеетесь. Но задать вот этот вопрос, да, действительно можно. Спасибо.